Рустам Иванович Вахинов Рустам Иванович Вахинов BMW 3-го поколения Да Но посмотрите как выглядит товар Да Мы с вами все с вас сравниваем Да Вот 14-15 летние машины Недавно мы хвалили Друзья мои 14-ти летнюю Audi A6 Да Но мне кажется Вот именно эта трешка Она выглядит еще более актуально Да По-моему она до сих пор Вообще ничего не потеряла То есть Учитывая что она до 2005-го года Производилась Ну с небольшим фейслифтингом в 2001, а на конвейере с 98-го года автомобиль до сих пор актуален. Да, и вот он, счастливый владелец. Это Дмитрий. Дима, здравствуй. Дима, брат, во-первых, почему сережка вот у тебя? Мне 16 лет проколол. А кто проколол? Да нет. Сколько тебе лет, брат? Громче, говори. Говори. 24, брат. 24 год. Чем ты занят в жизни? Занимаюсь системного администрирования в одном из банков. Компьютерчик? Да. Знаешь секреты банка? Он знает ваши пин-коды, ребята. Короче, брат, это твоя первая машина? Нет, вторая. Вторая? Сколько ты на ней уже времени? На ней больше двух лет. Я так понимаю, что ее пригнали из Германии? Она, да, приехала из Германии через Беларусь. Да, хотя в свое время выпуск трешек был налажен на автоторию в Калининградской области. Да, по чем брал, брат? Брал с небольшими дефектами по подвеске передней, ну и без колес летних. Соответственно, где-то в 400 уложился. 400 тысяч рублей. Ну, стандартная цена для 14-летней машины. 400 тысяч рублей, а там уже дальше выбирайте, какую именно вы хотите. Брат, какие у тебя были до этого тачки? Был Passat B4. Около трех лет на нем проездил. Так. В принципе, надежная машина. Ничего не скажу. И хотел после B4 Passat B5 взять. Ну, в один из дней решил прокатиться, поехать в Быхе. Что ты почувствовал, когда ты, привыкший к Volkswagen, очутился за рулем BMW? Вот что ты почувствовал? Во-первых, то, что я смотрел, в пределах этой суммы был один хлам, честно говоря. Это у Passat, да? Нет. А вообще хлам. БМВ. А, БМВ. Ну и Passat тоже был хлам. Да вот, когда я сел в эту машину, я почувствовал надежность, уверенность на дороге, ну и безопасность. Сколько ты вложил, ну кроме летних колес еще, в подвеску, чтобы ее привести в порядок? В подвеску, своими силами, где-то порядка 15 тысяч. Ты что, под ней лежал? Сам? Ну, сам иногда лежу. Как хобби. Так, давай, самые больные места этого автомобиля. Больные места, во-первых, в дирестайле, это рвется задняя балка. Прям рвется? Рвется, да. Прям с редуктором может улететь. А, слушай, ну говорят, что это заводской дефект. И раньше этот дефект менялся по гарантии заводской? Да, и сейчас до сих пор кто-то делает, даже у официальных делеров. По чем балка? Балка у официалов порядка 100 тысяч стоит. 100 тысяч рублей. А у тебя рвалось? Да, была трещинка, буквально там 3 тысячи рублей. О, герметиком за заводом. Герметиком. Видите, сварки. И еще такой косяк, на передних же чашках тоже гнутся чашки, поэтому обычно ставится распорка стоек для усиления кузона. Сколько стоит техобслуживание этого автомобиля? Ну, то, как на все машины, где-то 5 тысяч там, колодки и масла. Какой сервисный пробег между ТО? 25 тысяч. Но из Германии по дефолту стоит, я не менял. Брат, ну вот ощущение после Passat'а BMW, вот в чем, вот опиши тем людям, которые не сидели за рулем BMW. Бэхи. Во-первых, в Passat'е можно развалиться, там, почесать пузо и еще какие-то части тела. Ну, такой станкер. Позволить кому-нибудь почесать вашу шифру. Да-да-да. Здесь надо сидеть двумя руками, держаться за руль и не расслабляться. У тебя автомат, ручка? Нет, ручка. Ручка пятиступенчатая, двигатель 2,5 мощностью 170 лошадиных сил, правда с индексом 2,3. А эти двигатели, я так понимаю, как раз дорестайлинговые, да, после рестайлинга уже 2,5 там стали. Есть тот же 2,5, это М54 двигатель, там уже идут гильзы, здесь цельный блок. Вы не приняли эти. Другая поршневая. Вы не представляете, друзья мои, каких усилий, я наблюдаю за этой работой по утрам, каких усилий Устаму Ивановичу стоит учить эти цифры. Ну почему? Он очень не любил это делать, в школе ему приходят делать это сейчас. Значит, смотрите, во-первых, фары, во-первых, задние фонари у тебя другие. Свежие. Что с ними случилось? Да, фонари, скорее всего, меняли в Германии, насколько мне рассказывали, что есть акция по обмену старых фонарей на новые. Да ладно. Снимаешь старые фары, относишься к тюни-какле. Какая акция выглядела бы у АвтоВАЗа? По обмену старых автомобилей на новые? Брат, мы ищем всякие приколы. Брат, это сабвуфер? Да. Ты же занял весь багажник. А багажник объемом? Все равно спинка не разбирается, все равно багажника нет здесь никакого. Все ввожу в салоне. И на крыше. Ну, сто пятьдесят литров где-то багажник. А тут что? Здесь всякий хлам. Ну ладно, хорош. А то опять же, что найдем. Собрать, смотри, может, попить. Это жена у меня любительница складывается. Жена? Брат, во сколько лет ты женился? Погоди. Летом, прошедшим. Прошедшим летом. Ну а как вот тебе удалось тебя охмутать? Вот многие женщины, которые смотрят нашу программу, никак не могут понять, как нормального пацана с тачкой заставить жениться. Мы знакомы с ней 21 год уже. А, она сестра твоя, что ли? Ну просто, просто ты других боишься, пап. Да, только вот этот прикол ты видел? Ну-ка. В России все ржавеет. Соответственно. Прикол, да? Набор такой необходимых инструментов. И как это все сделано на самом деле, да? Ну и такой инструмент для пыток. Слушай, вот. Для братвы. Секреты? Секреточка, пожалуйста. Так, закрываем. Ну и, конечно, друзья мои. Давайте посмотрим, гниет. А я же на форумах предпочитал, что где-то под фарами, под передними и под задними. Под гниет. Здесь косяк, вот здесь вот. То есть, ну видно, да? Пятушки там. Медь, это медь пошла. Медные контакты гниют. Поэтому вырубается подсветка отлично. А так, в целом, по кузову вопросов вообще нет. Ну, скорее всего, ее обливали. Ты думаешь, красили? Это, да. Нет, но вы посмотрите на дизайн. Это было года четыре. Вы посмотрите, ребята, на дизайн. Но насколько он актуальный. Да. Ну и потеет немножко фары пенеднее, да? Да. По чутку. Вот. Но в целом, ребята, дизайн действительно один из самых успешных, удачных у BMW вообще аппаратов. Причем он же, по сути, эта трешка напоминает пятерку, да? Которая, ну, выше кузова. 39. 39-й кузов напоминает, да? Ну, то есть, это уменьшенная копия 39-го кузова. Скажи, брат, а что жена сказала про эту машину тебе? Ну, мы с ней как-то начали общаться после того, как я купил эту машину. Я к ней приехал. А, чтобы в случае развода 400 косарей не пилить пополам, правильно? А сколько сейчас она стоит, вот спустя два года? Ты видел? Тоже порядка 400. То есть, не упала, да? Да. Инфляцию сделала. Хотел ее махнуть на кабрик. Вот. И как бы... Ну, что, брат, надо посмотреть, бегло. А, руси. Да, пусть он мелкий ремонт, он делает сам. О, на пидора, да, начистил. А что-то маслица у тебя, брат, тут? Нет? Все нормально? Ты смазывал? Палеройка. А вот, кажется, распорка, да? О чем ты говорил нам. Ты уже делал? Сколько стоит такая? Такая 2000. 2000 рублей всего? А если ее не делать, то схлопывается, да? Да. Ну, схлопывается, в основном, не так. Ну, и так выбивается. Да, вот здесь трещины появляются, соответственно. И гнутся сами чашки. А ты что, ездишь как каскадер, что ли, ездишь? Нет, я спокойно езжу. Так, ну ладно. Слушай, ну здесь все чистенько, да, тоже? Ну, вот здесь вот, единственное, смотри, пошла тема. Ну, слушай, но, учитывая, что автомобилю там 14 лет... Это от обывателя фары? Да, да. Ребята, реже мойте фар, реже. Ну, под передними фарами тоже все чисто. Ну что, надо прокатиться. Надо прокатиться. Поехали. Ну что, ключи, правда, 14-15 лет тому назад делали по автовазовскому лекалу. Очередная попытка Сергея Валерьевича нормально проехаться на автомобиле с ручной коробкой передачи, с механикой. А смотрим, как он на этом, на кочерге ездит. Так, брат, а как двигать у вас? Райняя? Давай, 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 показывай. У коленки. Вот это? Нет, это гнига. Это что-то. Ага. Так. Не то. Ну ладно, мне, в принципе, и так нормально. Тебе и так нормально? Да. Ты нас не убьешь? У нее и так нормально. Слушай, как ни странно, да? Мы же все привыкли к этому мнению о том, что на заднем диване и тройке, и пятерке абсолютно нет места. Ну что, здесь есть. Я не знаю, как вы сидите, удобно сидите. Да, нормально, хорошо. Ну давайте, поедем. Ну смотрите, уже мягкая пластмасса здесь присутствует. Ну пластик гораздо и лучше выглядит, чем в том же автомобиле Peugeot 2002 года, который был у нас на тесте. Идеально работает двигатель. Так, не закрыт багажник. Не закрыт? Сейчас закрою. Люк. Все дела. Тихо машина. Тоже же. 170, да, лошадей? Да. Без турбины? Без. Рядная шестерка. Ну что, затихли у вас там, слушаю, слушаю, как работает автомобиль, как он едет. Ну, достаточно шумновато сзади. Вот. Ну, я так понимаю, за счет того, что у тебя машина практически, да, лежит на колесах. Здесь стоит спорт-опция подвески. 226, так называемый. В чем прикол? Прикол в настройке просто. Подвески, рычки, салентблоки, все то же самое, но другие амортизаторы, другие пружины стоят. Ну, оригинальное все стоит. Все оригинальное, да. А по сравнению со стандартным, в чем ощущение другие? Ниже клиренс и более жесткая подвеска. Сколько у тебя сейчас клиренс получается? Клиренс порядка 11 сантиметров. А стандартно ты около 13? Ну, то есть 2 сантиметра это подвеска съела. Ну, она хорошо разгоняется, по крайней мере, ребята. Ну, учитывая, что в машине 4 взрослых бугая. У нас, Сергей Валерьевич, на 2 килограмм 300. Так, пятистовка, да? Ну, она идет очень близко к современному автопрому. По ощущениям, по всем, да? К современному баварскому автопрому, ну, или вообще к хорошему автопрому? Ну, к хорошему, да. Вот нет таких каких-то нареканий, да, которые встречаются обычно в машинах от 15-летней давности. Что вот чувствуешь, что все-то как-то уже не то, да? Делаешь ты на перекрестке всяких мерзавцев? Конечно. Точно? Ну, и разгон порядка 8 секунд. Немножко узковатые зеркала, скажем так, да? Не хватает по высоте зеркал, честно скажу. Да, да, да. Когда паркуешься, правда, у меня не работает парктроник, не знаю как, обычно опускается же право зеркало в бордюры, но вот этого очень хватает. Так, есть здесь CD-проигрыватель? CD-ченджер на 6 дисков. А здесь кассетка стоит. Единственный ужас этого автомобиля. Ну, посмотрите, удобно заднему пассажиру. Да, вот это есть выемка над задним диваном, над головами пассажиров, которые на заднем диване сидят. Она позволяет достаточно удобно себя чувствовать, ну, или во всяком случае подобрать удобное для себя положение. Как вам сзади сама именно подвеска, несмотря на то, что спецпакет стоит? Не, шумновато, я не ощущаю, ну, что автомобиль, ну, жестковат, да, с учетом спортивного, вот, спортивного вот этой подвески, которая, единственное, вот какие-то, ну, какие-то звуки, вот я, я чувствую, как ты переключаешь передачу. Вот это, это единственное, что вот я чувствую. Ну, то есть, вот, вот есть на какой-то, на второй, может быть, на третий, вот это ощущение, что вот что-то врубается. Вот, вот, слышишь? Или это выхлопные газы? Может быть, это ваши газы? Нет, это не мои газы. Ну, вы окажетесь здесь. В машинах, я хочу сказать, отлично стоит на дороге, несмотря на то, значит, такое поверье народное, да, что, мол, типа, BMW это для водителей, а, значит, Mercedes, типа, комфорт, но она идет очень мягко. Ну, я не беру ваши звуковые галлюцинации, Рустам Иванович, но вот в целом, как она идет по дороге, очень хорошо держится, и, ну, как бы, мягко, комфортно, нет? Или вам сзади по-другому? Нет, ну, я вот привыкаю, я набираюсь этих ощущений. Вот, смотрите, достаточно высокий, это, да, получается, вот, тоннель для задней части автомобиля, ну, неудобно будет третьему человеку здесь сидеть. Автомобиль банально рассчитан на четверых. Но я удивлен количеством места для ног у заднего пассажира. Я, честно говоря, не понимаю, как вы там уместились, удобно ли вам до конца. Нормально, нет, 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 нет. Смотрите, Диме тоже достаточно удобно, и Семен тоже себя удобно чувствует, да, на заднем диване. Ну, и меня поражает качество материалов, которые использовались, да, получается, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, а с учетом того, что автомобиль разрабатывается, ну, сколько в среднем? Семь лет. Ну, семь лет, вот представьте, да, то есть запас этого 20-летний. Ух ты, и шторка. Ну, то есть в начале 90-х годов конструкторы, инженеры из Баварии смогли создать автомобиль, который актуален, получается, ну, и в 21-м веке. Правильно я говорю? Ну, очень актуален. Очень актуален, слушайте, ну, я удивлен. Смотрите, ну, только, единственное, те вещи, которые, ну, магнитола, понятное дело, да, это ретро, и те вещи, которые постоянно в ходу, то есть, ну, видно, что руль старенький. Не, ну, банально, банально изнашиваются просто, и все. Да, но в целом, вот, смотри, нет, сейчас ты попробуешь, но идет он замечательно. Правда, отлично, тачка тянет хорошо. Ну, развернут кокпит, да, этот классическая история у всех автомобилей БМВ, там, конца 90-го, начало 2000-х, да, то есть, Серега, вот, вокруг Сереги создается, ну, такое пространство водительское. Нет, нету никаких некомфортных ощущений именно от работы подвески, есть вот именно звуковые ощущения. Знаешь, у нас как-то получается от машины к машине, я все больше и больше радуюсь, честно говоря, 14-летним тачкам, потому что вот, ну, сейчас я становлюсь фанатом вот этого автомобиля. БУ автомобиля. Да, да, за 400 тысяч, ну, действительно, наиболее актуально выглядящая тачка и с отличной трансмиссией. Ну, в принципе, это БМВ, да, это и тогда было, то есть, грубо говоря, тогда это была передовая трансмиссия, сегодня это очень хороший, грубо говоря, ну, более чем достаточный, да, уровень для повседневного использования. БЭХа сегодня едет немножко по-другому, конечно, более резво, скажем так, да, двухлитровый дизель, например, на трешке ездит немножко по-другому, но в целом, вот, запас прочности, да, запас потенциала, который был у машины 14-15 лет назад, вот, до сих пор еще не исчерпан. Сегодня это актуальная машина. Ну, идеологически она осталась тройкой, да, вот, то есть, и сейчас, и тогда, там, и 20 лет назад получается, да, причем это же самая продаваемая модель в линейке БМВ. Вот в этом кузове больше трех миллионов автомобилей было продано. Да, 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 нет, трех это, это вещь, ребята, это вещь. Все, все на самом деле сделано по уму, и достаточно... Ну, эргономически, слушайте, ну, посмотрите, да, ну, эргономически все правильно сделано. Ну, ты сам-то доволен? Конечно. Будешь брать машину? Нашу. Не, я тебе, знаешь, вот, нас тут даже обращу... Сеня, покажи, да, выемки вот в потолке, да, в потолочном покрытии, насколько все продумано, сделано, да, чтобы... А, я понял, что это такое. Это Серега просто неправильно передачу включает. Почему? Нет, этот звук был еще при покупке, надо поменять сайлент-блоки задние. На самом деле, через... А, вот, ну, все, да, я же вам говорю, что есть какие-то звуки. Не, посмотрите, вот, вот, слышишь, да? Хотя это независимо от того, насколько сильно выжимать педаль сцепления, то есть сама по себе как-то... Смотрите, как интересно, да, выемки вот эти впереди, вот здесь под ручками, да, боковыми. Нет, нет, машина... Ну, то есть, машина... Внутри все продумано до мелочей даже. Правильно подобранные материалы отделки сидений даже, да, то есть они... В принципе, за 14 лет, ну, морально не устарели. Вот, Рустам Иванович, магия BMW, да, заключается в том, что я вот сейчас вышел из тачки, и первая мысль так, господи, а как же в такой маленькой машине такие ощущения от настолько большего аппарата? Нет, серьезно. Это вот BMW-шная история, да, и Мерседес к этому тоже причастен, когда меньшего размера машина производит ощущение по езде, по ощущениям в салоне, что ты едешь гораздо больше. Ну, в общем-то, по большому счету, я удивился, что я, во-первых, сидел так низко, нищим. А что, Рустам Иванович, хотите подвинуться? Да, я все-таки хочу подвинуться. Лучше. Так вот сейчас меня задавит. Ну, дело в том, что... Не, Ивановича надо понять, у него сколиоз. Там дело в том, что в песках, где он родился, там все было хорошо, диски работали как часы, а здесь вот в нашем климате. Да, и вот теперь вот сидит как инвалид. Ну, слушайте, ну, удивительно, насколько точно все работает. Не, и сцепление сразу, да, все понятно, и все. И, слушайте, вот уже... Все передачи. Зеленый. Уже во втором автомобиле, ну, вот в прошлом тесте мы тестировали автомобиль Audi A6, 99-го тоже, да, автомобиль был года. Тяжелые автомобили делались, да, в конце 90-х, в начале 2000-х. Ну, ты понимаешь, то ли это настройки подвески или рулевой колонки. История, грубо говоря, премиум класса, да, ты берешь машину, она идет тяжелее, чем она на самом деле, ну, в реальных размерах выполнена. Ну, понятное дело, посадка. Ты сидишь, по сути, на асфальте. Ну, то есть ты очень низко находишься, вот, ну... А для моей башки как раз, ну, это история из-за люка, естественно, потому что я думаю, что в стандартной комплектации эта крыша будет повыше. Но вот для именно задних пассажиров вот сделана такая выемка. Я, конечно, не по стандарту сижу, то есть кулака у меня не получается между мной и потолком. Но, в принципе, достаточно комфортно и достаточно уютно, если вот открыть здесь вот даже вот эту штуку. Вот так вот все. Ну, если бы Рустам Иванович еще не сидел бы так, как он сидит, так я вообще чувствовал себя человеком сзади. Ну, по-моему, согласись, Рустам Иванович, самый кайфовый аппарат. Который был у нас на тесте. Ну, по совмещению всех параметров. Абсолютно, да. Абсолютно точно. Ребята, я уж не знаю там... А большой рынок... Ребята, при покупке надо обратить внимание, прежде всего, на кузов, потому что остальное это уже может сделать, а кузов это никак не сделает. Он оцинкованный? Да, оцинкованный. Понятно. Вот, да. А какой налог ты платишь на эту машину, на этот двигатель? Налог порядка, не соврать, тысяч семи. Семь тысяч. Ты, естественно, ее тоже не застраховал, да? Нет, на такие машины уже, кажется, не делали. Не страхуют. А сколько она ест, бензина? Ест до десяти литров. По трассе около семи, получается. Понятно, понятно. Нет, очень резвый мотор, да, этот 170-сильный. Ну, то есть, его абсолютно хватает. Не, ну, мы тяжелые просто, машина сейчас чувствуется, она вот, ну, ей банально вот тяжело просто. Ну, знаешь, так скажем, 170 по тому паспорту, если так не лукавить, наверное, да, я скажу так, в пересчете, наверное, на ощущение от сегодняшних современных моторов, да, ну, наверное, где-то, ну, 150 где-то, да, 140-150 вот сегодня современных лошадей где-то так в этой машине. Для этого компактного седана, в принципе, это более чем достаточно, правда. Ну, такого какого-то феерического отрыва от земли не происходит, но, тем не менее, серьезно, вот именно запас потенциальных возможностей этой машины, несмотря на 2013 год, на дворе до сих пор не исчерпан, удивительно, нет, правда. Нет, за исключением вот этой банальной изношенности, да, вот этих материалов. И кнопки, вот смотри, слева, слева вот кнопки переключения. Руль, причем, я думаю, это можно даже почистить все, да, и автомобиль будет выглядеть идеально. Ну, вот смотри, посмотрите, насколько круто сделан и подобраны материалы, да, из которых торпеда сделана. Ну, вот тут, ну, елки-палки, ну, она не быцвела на солнце, да, там, не изменила форму, не начала сыпаться, как в автомобиле Peugeot. А у вас меняло форму от солнца что-нибудь? А? У вас от солнца что-нибудь меняет форму? Ну, там, не знаю, привстает, что ли? Нет, ну, от солнца ничего не меняет. Что с вами делает солнце? Он заговаривается уже. Нет, ну, информативный руль, зеркала, я бы не сказал, что маленький. Надо понимать, что кузов этого автомобиля тоже не самый большой. Ну, поражает с учетом того, насколько, да, компактный этот автомобиль, внутреннее пространство, да, как правильно оно использовано в автомобиле. Ну, посмотрите, электрозеркала. Да все есть уже. Подогрев сидений. Да, кстати, быстро зимой нагревается сиденье. Потому что с кожей обычно проблема. Ну, вот здесь, смотрите, как сделано, да. Здесь кожаная жесткость боковая, а сами сидушки, вот интересно, что матерчатые, и это даже лучше, потому что ткани в жару не так греются, и в холод не так быстро замерзают, да, не так сильно, медленно отогреваются. Я так понимаю, автомобиль все-таки шумноват из-за больших колес, да, из-за больших катков и низкопрофильной резины. Вот, это добавляет шумноват. А скажи мне, Дима, сколько ты еще планируешь на ней проездить? Ну, я бы ездил, наверное, до конца жизни, если бы не магнитола, там, допустим. Бесит она, да? Чего не хватает, вот в этом автомобиле, с учетом, там, 2013 года? Ну, не хватает блютуз, то есть там все время приходится с телефоном ухо ездить, да? То есть хотелось бы блютуз, хотелось бы флешку воткнуть сюда, да, при этом, чтобы не испортить дизайн какой-нибудь китайщины. Вот, не хватает какого-то руля, наверное, нефицированно. Брат, ну и на какие машины ты засматриваешься сейчас уже, после того, как у тебя был и Passat, и теперь уже BMW? Ну, можно посмотреть на 90-й кузов, это следующий кузов, трешки. Ну, которая вот уже до, практически, до F30. Вот, и... А какая там цена будет? Цена будет где-то от 600 за нормальный автомобиль, опять же. Ну, и сколько лет ты, ну, по крайней мере, даже без блютуза на ней еще прокатишься? Ну, годик еще покатаюсь точно. Единственное, сейчас, если подвернется, поменяем на кабриолет, просто летом покататься. А-а-а. Ну, смотрите. Смотрите, живет от сезона к сезону, да. Смотрите, есть и круиз-контроль, правильно? Ну, из дополнительных опций, я так понимаю, куча же электроники, да, система автоматической стабилизации, да, в этом автомобиле. Брат, а как электроника, кстати, не хандрит? Говорят, у немцев, в принципе, как-то вот... С годами начинают жаловаться. И на приборке датчик веса пассажира. Датчик веса пассажира? Не работает. Ну, он иногда загорается, иногда тухнет. Такая болезнь у него. Ага. Коленками стоят на сиденье. Слушайте, но в целом, я скажу так, и комфортная машина, и компактная, с парковкой нет вопросов. По угону, кстати, как они, криминал обращает внимание на эти тачки? Практически не угоняем, потому что рынок запчастей... Дорогой? Нет, запчасти дешевые, вот, их очень много. Машина возит обычно из Англии, да, вот, праворукие, разбирают. То есть, там, машин стоит порядка ста тысяч рублей. Из Англии? Да. Вот, поэтому смысл угонять этих машин нет, только если... Ага. Под перебивку номеров. Ну, и как реагируют на дороги на тебя люди? Уважают? На дороге реально уважение. Ездил на отцовском логане какое-то время. Блин, это... Засаду, да. А, товарищи, полицейские, внимательно относится к этим машинам, часто тебя дергают? Да. Я даже не помню, когда мы последний раз остановили. Наверное, по дороге в Питер два года назад. Ты на ней ездил, да? Ну, не, мне... Смотри, Иван Иванович, это не вылезти никак. Мне нравится просто. Ну, автомобиль... Нету кренов, ну, ты посмотри, да? Ну, это BMW-шная история. Блин, ну, она прям просто как вылетает, да? Ну, обрати внимание, ты вот жаловался на шум, а шумоизоляция-то хорошая. Ну, сзади только... Не, я вот только на эти акустические какие-то, видите, да? Брат, а музыку включи, включись, сидюк послушает. Стой, сабвуфер. Это... Иваныч, все, Иваныч, все, заканчивай. Не, ну, выключай. Да, не, ну, круто. Круто. Не, ну, есть... Не, понятное дело, что автомобиль там не первой свежести. Ну, так, ну, так, ну, вот таким образом создан интерьер, таким образом правильно подобные материалы, что внутри автомобиль выглядит, ну, помнишь, как и в Audi A6? Ну, 2004-2005 года. Короче, принцип следующий, ребята, принцип следующий. Покупая бэушную машину, покупай ту, которая когда-то была премиум класса. Правильно? Потому что запас в ней задел и прочности, и качества, и стиля в ней гораздо больше. Вот, послушайте шумоизолят, как двигатель, его вообще не слышно. Вот у меня открыта дверь. Его реально не слышно. Двигатель работает. А газин? И как он звучит круто? Блин, а какое ты масло льешь? Кстати, что с маслом? Мой, да, я. 5-40. Подъедай масло вообще не жрет. Вообще не жрет. Да, вот я заметил такую фишку, как бы на 52-х моторах вообще практически не есть масло. То есть надо правильно подобрать мотор, правильно выбрать кузов, да, чтобы не было там никаких проблем по кузову. Ну и, собственно говоря, да, если у вас нет проблем с балкой, которая вот может вылететь у вас задняя. Возите клей с собой. Ну или сварку, или сварочный аппарат. Сварочный аппарат. Ну все, Димаса, я за тебя искренне рад. Вот без этих, без П. Не, реально, крутая машина, слушайте. Не, самое главное, я теперь понимаю, да, основной же рынок, получается, бушных автомобилей, в котором сконцентрирована основная масса предложений, это 300-500 тысяч. Да. Это вот те деньги, которые люди готовы потратить. А скажи, пожалуйста, если была возможность, ну, там, за 500 тысяч купить новый, там, тот же Hyundai Solaris? Не взял бы. Почему? Она в цене потеряет гораздо больше, чем это. Со временем, да? Конечно, да. Ну и вообще мысли взять какой-то свежий автомобиль, вот там, типа, вот новый, из салона за 500 тысяч не было. Нет, нет, нет. Ну не хочет человек отстать от него. Все. Нет, а смотри, там вылезаешь, как будто я с этого, с полом встал. Да. Да.